Согласно подсчётам, в прошлом сезоне турпоток в Нарву сократился более чем на 30%. Ида Вирума традиционно ориентирован на восточного соседа. И недостача гостей из России больно ударила по индустрии. Снижение произошло до уровня пятилетней давности. Немножко мешает и политическая ситуация, мешает и нестабильный курс рубля. Но, тем не менее, российские туристы любят Эстонию, любят наш регион, с удовольствием сюда приезжают. Хотя уже пытаются оставить немножко поменьше денег, чем раньше. Компенсировать потерю россиян бизнесмены решили за счёт внутреннего туризма, а также активно привлекая гостей из стран Евросоюза. Эти меры помогли лишь отчасти. Наши соседи по Объединённой Европе предпочитают отдыхать в Таллине. А загадочный Ида Вирума влечёт только редких экстремалов. Мне кажется, для саппанного туриста это как бы возможность посетить Россию без визы и без того, чтобы на самом деле поехать в Россию. Потому что культура там другая, чем в остальной Эстонии. Илана Вилумец уверена, уникальное прошлое, своеобразный менталитет жителей Ида Вирума, индустриальный туризм, экстремальные виды отдыха – всё это может превратить регион в особенную туристическую точку. Главное – сделать грамотную рекламу. А пока даже сами жители Эстонии подчас ничего не знают об отдыхе в тех местах. Они как бы думают, что мы были там, там было интересно, но почему я ещё должен идти обратно и так далее. Нарва или Нарва-юэсу вообще изменил последние годы. Очень много реновировали, очень много новых добавленных пришли. Специалисты говорят, положение сейчас сложное, но не отчаянно. Инвестиции и старания бизнесменов понемногу делают своё дело. Так, на ярмарке Союза туриндустрии Эстонии в феврале этого года стенд Ида Вирума был признан лучшим. Я думаю, что они получили этот приз, потому что они очень много разных вещей предлагали. Они очень дружные люди, очень активные. И это уже видно, что вот этот хороший дух и хорошее сотрудничество очень-очень полезно и хорошо действует для Ида Вирума. Сейчас Ида Вирума занимает четвёртое место в национальном рейтинге. Впереди такие туристические монстры, как Таллин, Пярну и Тарту. Но регион поставил перед собой амбициозную задачу – занять второе место уже через четыре года.